Добро пожаловать на наш канал дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Теряющему слух Корчевникову не смогли помочь. Борис Корчевников, человек глубоко верующий, он постоянно путешествует по святым местам, ходит в церковь. Оказалось, что недуг знаменитости прогрессирует, слух снижается. Журналист молится и просит Бога об исцелении, но пока положительной динамики не наблюдается. Многие внимательные зрители замечают, что Борису становится все тяжелее во время съемок. Он сильно напрягается, чтобы разобрать речь звездных собеседников. В этом ему помогают сразу несколько редакторов. Ведущему приходится постоянно прислушиваться, а некоторые реплики он вынужден читать со специальных экранов, которые ставят заранее. Все дело в том, что около пяти лет назад генерального продюсера телеканала Спас экстренно госпитализировали. У него обнаружили редкую доброкачественную опухоль, было принято решение ее удалить. Позднее оказалось, что с образованием Борис Корчевников мог спокойно жить еще много лет, а хирургическое вмешательство усугубило последствия. На днях ведущий поделился личной историей. Он отметил, что верит в чудеса, так как однажды наблюдал одно собственными глазами. Тогда журналист принимал участие в соборовании в Черногории. Вместе с другими людьми в храме находился молодой человек, которого год назад парализовало. Сперва он простоял всю службу, а затем самостоятельно вышел из храма. Борис Корчевников был поражен. Несколько часов назад молодой человек тяжело шел даже с помощью костыля, а теперь достаточно уверенно шагал сам. Ведущий поинтересовался у батюшки, почему молитвы молодого его бог не исцелил. Он отметил, что бог иногда просто хочет показать, что может исцелить, но нужно поболеть пока, понести болезнь как крест. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok